доброе утро дорогие друзья уже невероятную невероятную силу благодарности я во всяком случае ощутил прямо вижу чудеса вокруг которые просто одно на другое одно на другое вчера например ситуация да во первых мы видим сила зла в мире да когда когда вдруг в дадистане какие-то люди из дадистана вдруг думает что евреям нужен дадистан при сайте это такая же ложь как то что евреи там уничтожают палестинцев но ложь она как бы имеет свойство захватывать какие-то умы которые к ней предрасположены и вот выходят дадистанцы для того чтобы защищать дадистан от евреев которые хотят захватить дадистан представляете какая ложь вообще какая вообще бессмыслица и значит что в итоге беспорядки все об этом пишут прямо в итоге пострадала только 60 до дистанцев разрушили аэропорт разграбили магазин и вот и все так все закончилось это чудо всевышнего это чудо всевышнего которые если вы увидеть если у его увидеть то конечно мы видим прям ну вот вот она божественное присутствие вот она рядом да теперь если не видеть можно волноваться бояться переживать и так далее то есть я вижу только божественное чудо и благодарность всевышнему и вот сегодняшний наш урок начинается прям со слов видит дары видит дары видите прям ну вот он меняет правда картин видит дары на прям написано царь давид мир ему взывает к всевышнему и говорит он псалом двадцать седьмой девятый отрывок псалом двадцать седьмой девятый отрывок можете прям проверить и там он говорит так не скрывай лицо твое от меня аль тостир панеха мимене на юриде это звучит он свежим говорит не скрывая свое лицо от меня почему он обращается к всевышнему и насказательное и просит того не скрывая свое лицо от меня а могу попросить по прямому например давним изобилие милосердия почему почему он просит не скрывая свое лицо от меня и говорит раб шаломар уж говорит следующая вещь что всевышний от него всегда идет милосердие изобилия от него всегда идет только добро просто человек он не видит этого до получается что как будто бы вот этот лик всевышнего он скрыт от человека он просто не замечает это добро то есть для сказать всевышний да мне добро ты мне не давал добро нет свежий дает нам добро всегда каждую секунду нашей жизни бог нам дает добро просто кто-то его видит а кто-то не видит кто-то говорит не это пять все не не додали, не додали, как известный анекдот, когда один нашел бумажник, открывает, пересчитал и говорит, опять не хватает, опять не хватает, то есть он уже даже нашел деньги, ему все равно не хватает, и большинство людей, они живут вот в этой концепции, что им не додали, не хватает, что впереди опасность, мало того, что они не видят добра Всевышнего, они еще подозревают Всевышнего, что он им хочет сделать зло, то есть они его обвиняют, что он им делал зло, делает зло, и подозревают, что он им сделает зло, ну что это за люди такие, как это, вот представьте просто ситуацию, что вы кому-то даете добро, А он к вам все время подходит и говорит, ты мне делал зло, ты мне делаешь зло и будешь делать зло. Ну, сколько терпения Всевышнего, оно, конечно, безграничное. Любовь Всевышнего безгранична, добро Всевышнего безгранична. Но иногда он может просто скрыть свое лицо, сказать, ладно, ты живи, как ты хочешь. И человек этот, который все время ныл, он и оказывается один на один со своим нытьем. Ничего же хорошего не будет. Поэтому царь Давид просил, не скрывай свой лик от меня, чтобы помочь, помоги мне увидеть его. И говорит интересную вещь дальше, спасение мира. Был такой раби Эли Мелых из Леженска. И раби Эли Мелых, он говорил такую вещь интересную, вот насколько позитивных взглядов человека. Он говорил, написано в Талмуде, что мудрецы эпохи Талмуда, они не хотели бы жить во время прихода Машеха. Поскольку это времена будут тяжелые, и испытания будут тяжелые, и так далее. А он говорил, раби Эли Мелых из Леженска, он говорил, я удивляюсь нашим мудрецам благословенной памяти. Вот значит, они видели Святым Духом, что будут беды, которые обрушатся, да, на мир во время прихода Машеха. Но, но они же, как же они не видели, что в мир сойдет душа раби Эли Мелыха из Леженска, который все исправит. Он говорит, но они же там меня не увидели, а я-то есть. Он говорит, и теперь из-за того, что я есть, все это будет исправлено. И то же самое говорит Раф Шаламаруш в этой книге. Он говорит, да, говорит, значит, мудрецы предвидели бедствие мессианского времени. Но они же не знали о беседе, записанной в книге «Перестань ныть». Они же не знали, что я появлюсь, напишу книгу с отблагодарности, «Перестань ныть» и так далее. Если бы они это видели, они бы знали, что можно привести Машеха в мир не страданиями, а улыбками. Это вот то, что мы сейчас нашли благодаря вам, благодаря Всевышнему. Спасибо, нашли вот это вот врата благодарности, которые обычно, они всегда рядом. Это как, знаете, как дверь в волшебную страну. Они всегда рядом, врата благодарности. И ты можешь, как он говорил в начале книги, открыть врата благодарности и сразу попасть в рай. Но что? Он говорит, что можно привести Машеха в мир не страданиями, а улыбками, благодарностью и благодарением, песнопением и мелодией. Он говорит, это же можно, всегда эта дверь открыта. И если бы они это в то время увидели, они не боялись бы времен Машеха. И дальше он еще раз говорит нам конкретный совет, конкретное указание. Каждый, кто будет искренне следовать путем благодарения, увидит, что в его силах совершить чудеса и смягчить все приговоры. То есть даже если есть какие-то уже приговоры, если идти путем благодарения, можно все это смягчить. И это главное служение, от которого зависит общее и личное избавление и спасение. Искоренить нытье, неблагодарность, работать над благодарностью, благодарением и словословием, прославлением Всевышнего. Тогда все будет исправлено, и мы удостоимся совершенного избавления. Избавление зависит от благодарения, и на этом пути оно может стать весьма легким и приятным. Действительно, служение через благодарность, оно становится очень легким и приятным. Ты просто видишь чудеса Всевышнего и их благодаришь. Вот утром просыпаешься и благодаришь. Ночью засыпаешь вечером и благодаришь. Проснулся ночью, опять благодаришь. Жизнь просто становится яркой, красочной и приятной. Это же удивительно приятно видеть хорошее и ждать хорошее. И вспоминать хорошее. То есть это вот три вещи, которые нужно делать. Вспоминать хорошее из прошлого и благодарить. Видеть хорошее в настоящем и благодарить. И ожидать хорошее от будущего и заранее благодарить за это хорошее. Все. То же самое в отношениях с людьми. Благодаришь за то, что человек для тебя делал. Благодаришь за то, что он делает. И благодаришь за то, что будет делать. Такой человек, конечно, будет с тобой общаться. А люди же наоборот. Вчера приехал ко мне один мой приятель. И говорит, у меня сейчас трое знакомых разводятся. Почему разводятся? Недовольные. Он недоволен ей, она недовольна им. И они вот это недовольство все время друг на друга выливают. Невозможно жить с человеком, который с тобой недоволен все время. Которому все не нравится. Или наоборот, который тебя любит. Который тебя благодарен за прошлое, за настоящее. Ожидают от тебя хорошего в будущем. Конечно, с таким человеком приятно жить, находиться. Благодарность, она и дает силу. Благодарность, она и дает вот эту вот энергию, да. Которая и, если мы благодарим Всевышнего, то это дает чудеса. То есть, Всевышний это творец мироздания. Он хозяин мира. Он, у него нет ничего невозможного. Просто к нему нужно идти с благодарностью. А не с обидами, не с проклятиями, не дай Бог, и так далее. Потому что то, что человек производит, то он и получает. Глава третья. Все к лучшему, говорит Раби Нахман из Бреслова. Все к лучшему. И он пишет, приводит сейчас его высказывание Раби Нахмана. Такое прям высказывание. Все беды и страдания, голод и все, чего людям не достает, будь то заработок, или дети, или телесное здоровье, происходят лишь от недостатка разумения. Если восполняется разумение, устраняются все недостатки. Если приобрел разумение, чего тебе не достает? А если не достает разумение, что ты приобрел? Значит, слово разумение, такое оно непонятное слово, да. То есть, давайте разберемся, что он имел в виду. Человек живет не в мире, а человек живет в своих мыслях о мире. То есть, вот закрыл человек глаза, ничего он не видит. Или утром он проснулся, он уже там 7-8 часов вне присутствия. Может, все поменялось вокруг. Но он, допустим, проснулся, глаза не открывает, где он находится. В своем разумении, в своем представлении о мире. Значит, и вот этот человек в своем разумении, он думает, один думает, у меня есть то, то, то и то. У меня машина есть, думает он в своем разумении. А машины-то нету. Пока он спал, угнали машину. А он думает, что она есть. То есть, получается, что разумение и реальность, они не то, что всегда. Они, это разные вещи. Разумение, то, что у меня в разуме. Реальность, это некая фактическая реальность, с которой человек взаимодействует только, опять же, через свое разумение. Потому что просто реальность человек может воспринять только через ее осмысление. Теперь, говорит Рабин Ахман, что все проблемы, которые есть в жизни у человека, от недостатка в его разумении. Это очень понятно. Человек, который, например, у него нет работы. Почему у него нет работы? Во-первых, он не знает, наверное, что делать надо для других людей. Во-вторых, даже если он знает, вот я вчера слышал одну фразу, один человек, у него профессия есть, но он думает, что в Израиле она не нужна. И он в Израиле работу не ищет, потому что он для себя решил, что в Израиле она не нужна. А вот за границей он решил, она нужна. Но он не за границей. И он вот, он себе, поэтому он создал себе такую внутри рану. Он говорит, эх, говорит, и у меня есть профессия, но она не нужна, а там, где она нужна, меня нет. Так, поедь туда, и не могу туда поехать. Все. И он сидит в полной своей, загнал себя, знаете как, поставил себе мат, называется. Ты чем занимаешься? Я себе внутри в своем разумении ставлю мат, что у меня шансов нет, значит, все. Так ты попробуй же, ты попробуй здесь поищи, попробуй. Нет, 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 у меня уже мат, я проиграл, что буду пробовать-то. Значит, дальше уточняет Рав Шаламарош. Он говорит, что Раби Нахман не пишет, что только некоторые беды приходят от недостаточного разумения. Он ясно говорит обо всех бедах и несчастьях. Все беды и несчастья от недостатка разумения. Логично. Вся жизнь человека – это следствие его решений, следствие его понимания, следствие его осознания. Поэтому, если у тебя результаты, тебя не устраивают в твоей жизни, то это недостаток разумения. То есть, что-то ты не разумеешь. Такое слово интересное. Хорошо. Так, и вот тут вот он говорит, вдруг Рав Шаламарош, он нам дает сразу, он дает нам такой, знаете, как есть джокер такой, в картах, которые выигрывают у любой карты. Он говорит, сейчас я вам дам джокер, который вас сразу сделает счастливыми. То есть, неважно, есть ли у тебя работа, нет работы, все. Какое разумение самое главное? Что все от Всевышнего и все благо. Если человек пришел к совершенному пониманию, что все от Всевышнего и все благо, значит, у него есть разумение. И тогда нет у него никаких бед, никаких страданий, никакого недостатка, никакого галута, изгнания. А только у него есть благо. Почему? Потому что его главное разумение, что все от Всевышнего и все благо. То есть, он соединился со Всевышним и это джокер. То есть, он тогда, вот то, что царь Давид говорил. То есть, когда я, даже если я буду идти долиной смерти, со мной не случится зла, потому что я с тобой, ты со мной, я с тобой, я в домике. То есть, для царя Давида или для человека, который соединился со Всевышним, это есть его главное разумение. Я, именно я с тобой и все благо, все. А дальше его жизнь пойдет по каким-то совершенно другим дорожкам, которые он даже себе предсказать не может. То есть, как только он получает разумение, что все от Всевышнего и все благо, то и наступает то, что говорится в конце времен. Пророк Захария говорит, что когда придет Машех, будет, как мы знаем, Байомауи и Ашемехатушмуехат. В этот день, в какой день, когда вот все как раз проявится Всевышний, будет Ашемехат, Бог один, имя его едино. То есть, откроется такое восприятие Всевышнего. Сейчас мы говорим о Боге, но мы реально можем в это время быть так далеки от Него вообще. Просто можем рассуждать, теоретизировать, читать, писать, но при этом оставаться вообще чистыми животными и действовать как животные. Но в день, когда Бог проявится, так уже не будет такой возможности. В этот день будет Бог единый, имя его едино. То есть, будет для всех явно открыто то знание, которое может открыться каждому из нас даже не в тот день, когда придет Машех, а сейчас. И, значит, откроется аспект единства. Ведь даже все беды, страдания и несчастья, постигающие человека, не дай Бог, если посмотреть на их цель, они вовсе не зло, а великое благо. Ведь все страдания посылаются Всевышним благословенному, чтобы напомнить человеку обратиться к раскаянию или смягчить наказание за его грехи. Таким образом, страдания – это великое добро, ибо намерение Всевышнего без сомнения благо. Таким образом, в любых бедах и страданиях, если посмотрит человек на цель происходящего, то есть на намерение Всевышнего, у него не будет страданий вовсе. Напротив, он преисполнится радостью от великого блага, которое он увидит в цели этих страданий. Значит, здесь мы сразу вспоминаем Раби Ативу, у которого римляне, который всю жизнь был самый позитивный среди всех. Раби Атива, он всегда говорил, и это для добра, и это для добра, и это для добра, все для добра. Он все время был в радости, в такой прям вау. Но однажды трое мудрецов, Раби Атива, еще два мудреца, Раби Атива, Раби Атива, увидели, как на развалинах храма лисица. Они начали плакать, он начал смеяться. Они спрашивают, что ты смеешься? А он говорит, а что вы плачете? Они говорят, ты не видишь, что это самое святое место, оттуда лисица выбегает? Он говорит, вижу, прекрасно вижу, поэтому я смеюсь. Они говорят, как? Он говорит, а вот так, написано, что если храм будет разрушен, значит будет построен третий. И я увижу, что этот разрушен, значит я смотрю уже, что третий будет построен. Отлично, сбылось это пророчество, сбудется и то. Потом у него был случай, когда он остановился, пришел он в город какой-то, были раньше разбойники на улицах, были вообще жуть. Он пришел в город, а ворота города заперли, все. Такие были маленькие города, со стеночкой, заперли, его не пускают, темно уже. Он говорит, пустите, не пускают. Он говорит, ну это к лучшему, что меня не пустили. А у него был осел, петух и свечка. Значит он остановился возле ворот, где-то лег спать там. Теперь вдруг он просыпается, осла, тигр, тигр загрыз. Он говорит, слава богу, что осла, тигр загрыз. Значит это к лучшему. Я не понимаю пока как, но к лучшему. Петуха лисица съела. Он говорит, значит и это к лучшему тоже. Задувает у него свечку. Он в темноте без осла, без петуха лежит, думает, все к лучшему, радуется, улыбается. Тут вдруг он слышит шум, гам, нападают разбойники, врываются в этот город, всех вырезали. Понятно, что если бы он был в городе, его бы тоже убили. А из-за того, что у него осла нет, петуха нет и свечки нет, так его не заметили. Потому что если бы были у него эти животные, они бы закричали и разбойники бы его в первую очередь убили. Раби Акива, как всегда, он говорил все к лучшему. Но пиком его карьеры было, когда римляне его убивали. Его поймали римляне, он обучал Торе, и они решили его казнить. И вот, значит, они решили его казнить. Стоят палачи с такими римляне, они были мастера публичных казней. Такие были просто садисты-маньяки. И они вот такими вот металличными ключами собирались Раби Акива, ему тогда уже было больше ста лет, разорвать. И стоят его ученики и плачут. Говорит нам Талмуд, что на небе ангелы, они спрашивают Всевышнего. Это Тора, это награда за Тору. Ученики кричат, это Тора, это награда за Тору. И стоит Раби Акива веселый и говорит, это, говорит Тора, и это награда за Тору. Я, говорит, просто всю жизнь об этом мечтал. Я, когда Шма-Исраэль говорил дважды в день, я говорил всегда, «Будь готов служить Всевышнему, отдать за Него свою жизнь». Но как-то у меня не было возможности. А сейчас я, видите, прям вообще отдаю за Всевышнего свою жизнь. Меня убивают, это освещение имени Всевышнего. Значит, это джекпот. Раби Акива, лицо не мешайте. Шма-Исраэль, Ашем-Илу-Кейну, Ашем-Ихот. Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один, и на один вышла его душа. Разговор наверху на небе. Ангелы спрашивают Всевышнего. Это Тора, это награда за Тору. Всевышний говорит, молчите, или я разрушу мир. Значит, ну, я не буду сейчас задаваться вопрос, что имел в виду Всевышний, но можно сказать, что в заслугу смерти Раби Акива существовал мир. То есть, он своей смертью, он искупил вообще существование мира. Вот такая вот есть, как бы, иллюстрация тому, что, действительно, даже когда наступают трудные моменты, когда наступают трудные моменты, всегда есть возможность, всегда есть возможность увидеть в этом милосердие Всевышнего, осознать это милосердие, любовь Всевышнего. И эти трудные моменты в этот момент очень часто переворачиваются в какие-то для человека совершенно невероятные постижения, развитие и так далее. И вот здесь как раз, видите, как совпало, что сегодняшний 23-й урок в книге Рафзеля Гоплистина, он называется, знаете как, Gratitude for Life's Challenges. Благодарность за жизненные вызовы, за жизненные челленджи. И как раз об этом, об этом он и говорит здесь. Он говорит, конечно, говорит, когда жизнь идет гладко и хорошо, благодарить намного легче. Хотя многие не благодарят даже, когда все гладко и легко. Весь вопрос, что ты видишь в этом гладко и легко, полуполный стакан или полупустой. Потому что, когда мы смотрим на гладко и легко, можно найти, принцесса на горошине, она рыдала из-за одной горошины под 20 матрасами. Поэтому гладко и легко это очень относительно. Но тем не менее, все-таки бывает, когда жизнь идет гладко, слава Богу, и намного легче быть благодарным. Но говорит, а что насчет разочарования, что насчет сложности, как быть в эти моменты. Как быть, да, когда жизнь приготовляет какие-то такие неожиданные штуки. «Помни», говорит он, «this too is for the best». Он говорит, это тоже для лучшего, для добра. Это он приводит словарь абиативы, да. И все сложности, которые происходят, есть простая такая вещь. Все сложности, которые происходят, они воспитывают человека и развивают его характер. И за это всегда можно быть благодарным. Да, есть сложность, есть трудность, но из нее иногда тот соот, из нее иногда последствия, они делают человека невероятно мудрым, мощным, сильным. Он начинает именно только после этого ценить. И очень важная такая вещь, что именно часто последствия вот этих жизненных челленджей, жизненных сложностей, это и есть, значит, наоборот, прорывы и продвижения. И дальше он эту мысль развивает и говорит, да, говорит, можно, можно. Это вопрос, как ты к этому относишься. Если ты изначально считаешь, что жизнь – это площадка для развития, это площадка для развития духовной силы, физической силы, если ты относишься к жизни как к челленджу изначально, как к вызову, то ты тогда идешь в эти сложности, и они для тебя уже изначально становятся тем, за что ты благодарен, то, что тебя развивает. Если ты хочешь убегать от этих сложностей, если ты все время, как принцесса на горошине, ищешь все более и более комфортную жизнь, то тогда этих сложностей их меньше не станет, просто они станут намного больнее. Если ты сопротивляешься изменениям, то эти изменения будут тебя ломать. Если ты готов к изменениям, и ты благодаришь за эти изменения, то эти изменения будут тебя поднимать, улучшать, развивать. Все, то есть все зависит от восприятия, как говорит моя мудрая дочь. Папа, все зависит от восприятия. Хорошо, дорогие друзья, всем большой благодарности. Я тебе желаю всем благодарности, потому что действительно благодарность это ключ ко всему. Я лично вам благодарен, молодцы, кто приходит. У нас появился спонсор на бот благодарности. Мы сейчас активно сделаем классный такой бот в телеграме, чтобы можно было прям реально круто сделать. Вот прям он тебе будет все время писать, ну за что ты сейчас благодарен, за что ты сейчас благодарен. И какие-то цитаты будет тебе предлагать про благодарность, напоминать и так далее. То есть мы сейчас сделаем такой инструмент, чтобы у нас был, чтобы мы благодарили Всевышнего. И как сказал нам Раф Шаламаруш, что если мы будем много благодарить, представьте, мы будем делать там миллион благодарностей в день. Миллион благодарностей Всевышнему в день. Есть Мизморли Туда, есть песня о благодарности Псалом Давида. Я уверен, что если мы миллион раз прочнем из Борли тогда, сразу же, вот этот псалом благодарности, сразу придет на шеях. И мы к этому будем идти с Божьей помощью, с вашей помощью, с Божьей помощью. И Всевышний нам даст для этого все ресурсы, всем удачи и успехов. И что Всевышний, когда вы его будете благодарить, он точно будет знать, что вам нужно, и восполнил все ваши недостатки. И что в заслугу нашей с вами благодарности закончилась война прямо сегодня. Чтобы война в Украине, война в Израиле, все войны, чтобы закончились, чтобы Всевышнему не нужно было нас пробуждать через страдания. А Всевышнему было достаточно нашей благодарности. Поэтому сегодня давайте каждые 100 благодарностей Всевышнему за все, за все, за все. И просьба, сделай мир, чтобы наступил мир в Украине, мир в Израиле. Все, всем удачи и успехов, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok